Всем здорова! С вами Михаил Халецкий и вы смотрите видеоблог с миру по книге, в котором я рассказываю про биографию великих писателей. В этом выпуске мы поговорим о том, оправдывает ли изменник этот факт, что он знаменитый американский писатель. Жениться на Мейбл Эпплгард, которая стала прообразом девушки Мартина Идена, Джеку не удалось. Мама Мейбл поставила ультиматум, либо она, либо Джек. В конце концов, Мейбл, очень сильно зависевшая от матери, выбрала свою маму. Осознав, что на Мейбл ему уже не жениться, Джек стал наведываться к ней все реже и реже. Но вскоре Мейбл нашлась замена. Бесси Мардерн появилась в жизни Джека. Проходит месяц, другой, и вот в один день с выходом книги «Сын Волка» в 1900 году, Джек Лондон и Бесси Мардерн становятся мужем и женой. Вот что характерно, и он, и она признавались, что женятся не по любви, а потому что чувствуют, что так надо, потому что хотят иметь детей. Но ни в коем случае не испытывают каких-то сверх страстных, пылких чувств друг к другу. Во время брака Джек продолжает вводить дружбу с Анной Струнской, американской писательницей, с которой познакомился за несколько лет до этого. Со временем их дружба выливается в совместную книгу, письма Кэмптона Уэсу, в которой Струнская пишет о браке как о чем-то возвышенном, идеальном, романтичном, а Джек, наоборот, дает объяснение с точки зрения эволюции, дарвинизма. И еще пара слов о творчестве Джека в те годы. В 1902-м он отправляется в столицу Туманного Альбиона и проживает в Лондоне несколько месяцев. Он переодевается бродягой и живет с ребятами из Ист-Энда, людьми, у которых не было практически ничего в жизни, которые находились у самой нижней черты бедности. В последствии книга «Люди бездны», которая основывалась на его впечатлениях и анализе проблем того региона, принесла ему большой успех. А работа над этой книгой еще сильнее убедила Джека в его социалистических воззрениях. Но вернемся к делам семейным. В 1901 и 1902 годах у Джека рождаются дочери Джон и Бекки. Однако брак, изначально основанный не на любви, дает трещину. Джек начинает ходить налево. Джек пускай и стесняется немного своих похождений, но, разумеется, находит им оправдание. Людей, которые не считают измену чем-то нормальным, он называет малокровными и тщедушными. В конце концов, в 1903 году Джек бросает Бесси, бросает своих дочерей и уходит к Чармиан Кэтридж, на который женится спустя некоторое время. Чармиан Кэтридж неоднозначно повлияла на Джека. С одной стороны, ее слащавый стиль повествования, который проявлялся в этих письмах, что она ему слала снова и снова и снова, на которые он, разумеется, отвечал, негативно повлиял на некоторые произведения Джека. Но, с другой стороны, она стала ему настоящим другом, товарищем, который поддерживал его во время всех путешествий и был готов отправиться хоть на Гавайи, хоть в Австралию, поучаствовать в создании собственного Джековского корабля под названием Снарк или же в любых других его начинаниях. К сожалению, детей у Джека с Чармиан так и не было. Первый ребенок родился вскоре после смерти, а второй показался недоношенным и умер, еще не выйдя из утробы матери. Мейбл, Анна, Бесси, Чармиан. Все эти женщины не просто появлялись ненадолго в жизни Джека Лондона, они сопровождали его, они помогали ему в становлении его писательского таланта, всячески поддерживали. С ними он обходился по-разному. Кому-то был верен духовно, а кому-то изменял физически. Но так или иначе, давайте попытаемся воздержаться от осуждения писателя, который давно умер, и подумаем о том, каким образом строить свою собственную жизнь, на какие идеалы ориентироваться. Лично мне очень запала в душу цитата из книги Дэвида Дейды с таким занятым названием «Пуль супер-мужчины». Цитата звучит следующим образом. «Вместо того, чтобы пытаться устроить отношения с несколькими девушками одновременно, лучше попытаться наладить свои взаимоотношения с одной единственной». Спасибо, что посмотрели этот выпуск видеоблога «С миру по книге». Если вам понравилось, поддержите кандидата подпиской на канал, проголосуйте лайком и оставьте свое мнение в комментариях. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»